Это правда. Проблемы у угольных предприятий начались с НСУ. Начались с... Здесь входят, а кроме нас у предприятий. Восемь месяцев. Какие проблемы? Вам принесли договор, вам принесли документы от профсоюзной организации. Почему вы их не подписали? Зовите сюда юристов, приглашайте юристов. Подписывайтесь на документы, записывайте. Что вы тянете. Вам Костейников Евгений Иванович отдал весь пакет документов. Вашу юридическую службу. Вы тянете, вы ничего не лишаете. Не тяните. Не издевайтесь над людьми. Не стойте на стороне кропотчего. Перестаньте издеваться над трудовым коллективом. Перестаньте издеваться над министерством. Олег Клиник хочет с вами работать. Сколько можно? Нас не волнует, что в восемь месяцев... У нас не платится зарплата. Нас не волнует, когда это началось. Нам восемь месяцев не платят зарплату. Мы хотим быть здесь. Нас не волнует, что вы нам хотите рассказывать, что там прошлый директор был виноват, и этот был виноват. А этот пришел тут не при чем. Отдайте наши деньги. Объясните женам, детям. Объясните, пожалуйста. Зачем ты этим будологам платишь, заправляясь в тысячу начальника? Столовая бесплатная идет. На тормозки у тебя денег не было? Несколько сразу пошли сходения, да и водишка плотников дает. Будь мужаков! Будь мужаков! Здесь шахты! Значит, если вы хотите услышать ответы, их надо слушать. Мы сами сделаем. Юристов проверь и подписывайте документы! Вы издевайтесь на людях! Везите, заведите сюда юристов и подписывайте документы с трудовой коллектива, что вы издеваетесь на людях! Перестаньте издеваться! Перестаньте издеваться! Товернитесь в правовое поле! Зовите. Зовите на правовое поле! Людям они это обважают! Зачем делали? Зачем заставить! Зачем заставить? Зачем не делали? Зачем не делали? Вы уже садирались в последний раз а тебя слушали! А подъедни давайтеame!!! Юристов Never heard. Подписывайте, подписывайтесь документы, согласитесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Нет, вы один. Наши деньги на 8 месяцев! А вообще, на комплекте работает три тысячи человек. Руслан говорит, три тысячи. Вы не спеваетесь на тремя тысячами человек. Вы не платите людям зарплату. Вы, если у кого-то, не уходите. Это не вам решать. А кому решать? Вы потушите людей. Вы не спеваетесь на ваших WhatsApp! Выгодите банки. Вы подвесите банки с бюджетом. Вы позорите калки. Выzeitはいつовой проблемы. Вы разговаривали. Вы разговаривали. Что заставили БФТРУДОКОЙ карьеру. И люди получали бы деньги, если бы... Люди вешаются, ты! Люди вешаются, мой родственник повесился! Скотина ты, бля! Родственник повесился! Господь платит везде, кроме врага! Люди будут контролировать, если бы вы не угробили вне тренировки. Уважаемые горники, все мы помним, что три года назад ООО должно было под миллиард денег. С приходом новых руководителей. Сегодня ООО имеет перед собой в задолженности... Государственное предприятие в задолженниках. С задолженностью... Сколько миллиардов вы надули воздухом? Да, сколько вы надулие на жили. Сколько вы надули, говорите! Сколько вы надулие, говорите! Вы надулие?! Сколько вы украли в государство? Цена minced maintains... Сегодня государственные предприятия, благодаря работе президента, премьера, профсоюза, получают заработную плату. Такая крайняя ситуация только на шахте Краснолиманской. Другая ситуация. Благодаря тому, что пласты, которые были на предприятии, передали на ООО, отрезали подходы, вы все это знаете, вы об этом говорите. И сегодня мы получаем эту ситуацию. Уважаемый трудовой коллектив, я считаю, что сейчас нужно пригласить сюда юристов. Они должны подписать такой договор. Уважаемый, это после изучения документов, после их анализа. Моё личное мнение, не беззаконность в лице депутата Кушкина, но это должно быть следовало правоохранительным мероприятиям. У меня к вам вопрос. Где юрист? Где юрист? Не морочьте голову! Отдайте заработную плату. Отдайте заработную плату, людям. Отдайте заработную плату. Отдайте заработную плату. Вы зарплату получаете свою. Нет, да вы бы тут не работали, если бы ее не получали. Я работал, 8 месяцев не получил. Зарплату! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если бы Руслану Валерьевичу было интересно разобраться с ситуацией, он бы пришел сюда не сегодня с толпой заведенных людей, а раньше разобрался с ситуацией. Он бы мог сделать запросы как в Центр Энергии, как в Уголь Украины и ДВК. Это госпредприятия, которые должны в настоящий момент нашему предприятию. Это там, где находится наша заработная плата. Но, к моему сожалению, Руслан Валерьевич занимается литингом. За каким счетом занимается? Скажи мне, что ты сделал, что ты сделал в шахте? В перчатках, в балаклавах. Кто это такие? Я работник шахты. Кто они такие? Вы работники шахты. Я работник шахты. Кто вы такие? Они нам урожают. Нам они урожают. Вот эти ребята, которые... Ну как это они обманывают? Почему они здесь делают? От кого они нас охраняют? Почему они в балаклавах? Здесь в глазках, в перчатках, в повязках. Ну, пошлите, покажем, где лежит. Стопай, держи, крути в глаз. Крути в глаз. Причем здесь глаз? Показай, попробуй. Это грустный. Нет, у меня фиг, что они здесь делают. А почему вооруженная охрана? Убирается! Субтитры делал DimaTorzok Что ты рассказываешь? Украине запрещено носить полоклавные судья, где-то не относятся никаким правосходительным органам. Рассказывай. Маска, приведи, приведи все твои маски. Пока ты приведешь, они все маски поковают. Вы видите, что у этих людей нет совести. Стало того, что 8 месяцев издеваются над вами. Они не платят зарплату, они тупо не тянут, не подписывают договора. Для них это ничего не стоит подписать, если бы хотели они выйти из этой ситуации. Они просто издеваются. Я считаю, что то, что говорили на улице, это правильное решение. Не уходить отсюда, пока не подпишут договора. Не выпускать никого из этой комнаты, пока не подпишут договора. То, что они обязаны сделать по закону. Есть значечный комитет. Пускай сюда идут юристы, пускай объясняют, почему они это не подписывают. Пускай в присутствии трудового коллектива, прямо здесь, подписывают документы. Позвоните, пожалуйста, юристам. Пригласите сюда специалистов. И в присутствии всего трудового коллектива, подпишите, пожалуйста. Чтобы подписать документы. Нужно их изучить. Пускай сюда приезжают, изучают и подписывают. Все ждут. Вас ждет здесь 200-300 человек трудового коллектива. Вы можете уважительно относиться к другому коллективу? Можем уважительно. Отнеситесь уважительно. Подпишите трудового коллектива. Уважительно заключается в другом. Вот так подстрекабили, как это делаете вы. Вот это неуважительно. Вы знаете, я с Гропачевым встречался несколько раз. Я его просил, заплати людям заработную плату. Тебе не будет вопросов. Знаете, что он сказал? Я платить не буду. Я говорю, почему? Ты издеваешься над людьми. Заплатить зарплату. Тебе вопросов не будет. Я платить не буду. Это вопрос политический. Я платить не буду. То есть человек не собирается платить заработную плату. А когда вы встречались? Когда была задолженность? За полгода. Я встречался несколько раз. Я платить зарплату не забываю. А вы готовы встречаться? Можно говорить с Гропачевым. Потому что он отдает команды этим людям. Руководителям. А с ними мы говорим, но мы понимаем, что они в принципе марионетки. Потому что их дергают кукловоды. И они доносят то, что... Заводите зарплатную плату. Заводите зарплатную плату. Это незаконно. Последний раз украл. Угол на ответственно. Там не надо быть. Там не надо быть. Там не надо быть. Там надо подписывать по праву Иерусу. И вергать. Да нафиг мне ты это, Иерусалцы. У меня ни копейки денег, где у вас нет. Зачем мне это вернуть? Вергать. Вергать. Вот то, что где вы на кончике. Это запомнил. Что вы не делаете? У вас есть дома на кусок хлеба? Вот вы мне скажите. Есть у вас дома на кусок хлеба? А вы дома есть или нет? У вас на кусок хлеба есть или нет? У меня сейчас, и моя семья живет на зарплату жизнь. Я понимаю, а у меня нет денег. Отдайте мне свою зарплату дирек撃. Я вам слава. Я получаю сегодня зарплату. Имов 우리가 верху сына, точно так же как и вы. Вот мы сейчас без денег. Что нам делать? Бешаться идти? А что делать? Во-первых, надо успокоиться. Да я спокоен. Он меня специально провоцирует. Вы? Во-первых, надо успокоиться. Дайте бумагу не могу. Если хотите конкретику и полезную информацию, то я попрошу тишины. Когда будут деньги? Вопрос один. Все. О чем говорить восемь месяцев? Когда будет деньги? Вы можете конкретно ответить? Нет. О чем говорить? Жрать нечего. Это же вы же снимаете. Поднявку! Вы разговорами с ним не будете. Это что купить? Дети тоже. Дедико, билетний ребенок. Как ему объяснить? Что купить? Что не могу купить? Информацию принять не хотите. Ваши права. Давайте углем. Мы сами продадим. Значит, давайте за нами работаем с вами. Сегодня состоялся разговор с коммерческим директором ПАО «Центрэнерго». Мы с ним договорились созваниваться каждое утро, начиная с сегодняшнего дня. Они нам должны на настоящий момент по прямому договору 35 миллионов гривен. И до конца текущей недели он обещал выплатить, но пока точно я не могу сказать такую сумму. К сожалению, я не коммерческий директор ПАО «Центрэнерго», но тем не менее он пообещал до конца недели прогасить часть этой задумки. Я все-таки надеюсь, что его обещания будут, скажем так, объективны и выполнены. И надеюсь, что они сумму какую-то часть денег будут выплачивать. Это из полезной информации. Я не знаю. Возможно, куда вы ее заводите. Это, на самом деле, может быть и двумя... Скажите, как нас уделок? У нас правила слова, денег нет. Не угольцать-ка-то месяца, где? Рожахте ему нету, делу. А денег нет. Ну что, там все равно. Простарайтесь. Дети, дети, наше время. И сомалились в луни с травмами. И сомалились по контролю. Получили. Субтитры делал DimaTorzok 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 Не платят вовремя заработную плату ДимаTorzok 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 ДИМаTорzok ДимаTorzok Субтитры делать А это ложь, вы говорите, что 20 человек стоял на стволе. Вы пришли и пришел зам готовы. Я вам не говорю, что я рассчитаюсь, не говорю. Вы сказали, что уступите место свое. Может, и можно к манерам пойти. Вы говорили, что уступите место. Вы готовы. Вы сами оборвили. Дружище, я уступлю, когда министерство назначено. Согласно их правовых полномочий, они назначат генерального директора. И я уступлю это место и не переживаю. Я уступлю, вы дали исчерпающее место. Вот какое теперь может быть доверие. Пишите в полнашку, вы стоите уходите. У вас еще какие-то есть вопросы? Пишите в полнашку. Пишите в полнашку. Этот вопрос я... Мы не уйдем отсюда, пока вы не отмежетесь, пока юристы не придут. Отставайте. Папустите ПРОФСОЮЗ. Почему мы ПРОФСОЮЗов не пускаем? Вот все члены ПРОФСОЮЗа. Почему не просто? Тот профсоюз, который имеет... Нас он не устраивает. А нас он не устраивает. Давайте ПРОФСОЮЗов не пускать из СИГНАЛ. Давайте ПРОФСОЮЗов не пускать из СИГНАЛ. Мы на то и продажем. Пусть при нас разрушаткий ПРОФСОЮЗ. После того, как ваш ПРОФСОЮЗ оформят все документы... А они не оформляют Они не дают Два месяца назад Какой два месяца? Два месяца назад С просьбой предоставить документы Почему два месяца никто не предоставлял документы? Сегодня б не было вопросов Сегодня б не было вопросов Уже б за два месяца рассмотрели документы Но два месяца прошло После того, как просили В установленном законном партнерстве Уважаемые горняки Мы разговаривали с Евгением Ивановичем Он говорил, что он отдавал документы И они их, видите ли, потеряли Потеряли документы А теперь они будут новые документы Расматривать день месяца Не передавали документы Никакие Не передавали Пригласите сюда Евгения Ивановича И скажите ему это в глаза Я с Евгением Ивановичем общался достаточно много И вчера мы эту тему с ним затрагивали Документы не передавались Два месяца мы просим предоставить документы Если бы два месяца назад Эти документы были переданы Сегодня они уже были рассмотрены Расчет 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 Ухотеться Один и второго Как скажете Как вы сказали Пишите Деловечь Как скажете Я уже билят играть Выкин Довольно, без кармана. Они довели себе, они своими ничего довели, до чего людей довели. Это, конечно, полнейшее неуважение и халпу. Вам правильно храняки делают замечательные. Вам правильно говорили шахтеры. 8 месяцев вы оскорбили вас всех присутствующих и оскорбляющих. 10 тысяч человек. Вы оскорбили сумму, а не шахтеры. Вы разрушили угольный отрас. И сегодня этих шахтеров поднимаете на путь. То есть вы сами создали эту ситуацию. Разрушили внутренний рынок, продажи угля. Завели шахтеров до нищенства. И сегодня им зарываете вот это все. У вас есть совесть? У вас есть! А эти люди не брали 2 миллиарда государственных денег. Да вы украли полностью всю угол. У вас есть совесть? Вы ее разрушили. Вы украли конкретное государственное предприятие. Вы украли в полоскар. У нас в конкретной стране получает заработной флаг. Кроме шахтеров национальных предприятий. Там где Кропачев можно. Вы самые настоящие захватчики. И вы после этого еще выходите к людям и рассказываете о том, что вы украли в полоскаре. Лучше там все пропали. Они не забыли. Вот кто-то будет переговорить. Непонятно. Что вы украли в полоскаре. Крептугусов Программа. Че он вы HUBAει вас? Он довольно не сладится в жизни. Один вопрос, когда будет? Когда будет? Не надо, когда будет? Это все ерунда. Ботаны, порубайте! Еще вторую недельку! Кто у нас? Отрубайте! Отрубайте! Не ору я! Даже если Ярослав Валерьевич напишет запрос на гостейник, на наши предприятия, мы ответим, сколько заработать денег у нас. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Сколько было продано угля? Так а что сейчас этих бумажек нет? Сколько угля отгружено? Сколько продали? Так отъехали! Для этого Руслан Валерьевич пускай напишет запрос, потому что он опять начнет обманывать вас. Да я не знаю. Он имеет такое право написать запрос и получить всю информацию. Знаете, была интересная ситуация. Валерия, шахту Краснолиманскую часто обыскивали и очень много изымалось документов. Так вот, насколько я понял расчет банды, которая здесь находится, что все документы будут утеряны и разворованы, потеряны во время проверок различных государственных органов, служб правоохранительных. То есть, на это расчет. Думают, что в конце вводу документы потеряли и право это не будет. Вы лучше этих людей знаете о том, что вся информация сегодня в электронном виде подается все органы. Никак ее можно потерять, если она уже перенет. Зачем вы стоите и будете людей в очередной заблуждении? За счет за счет! Расчет! Расчет! Ребята, а он только что сказал, что вы специально подготовленные люди для того, чтобы перебивать и не потерять вас. Вы не гордите этого предприятия, вы специально подготовленные люди. Вы же сказали, что здесь горники специально подготовленные люди. Украина ваша проверяла каждого, только что мы находили, каждый вопрос проверяли. Это на камеру говорили. Они манипулируют общественные мнения. Вот стоит здесь народный депутат и тут же произносятся одни слова, он перекручивает и говорит это. Я не смысл, я рядом валю, я смысл! И называя в другой смысл эти слова. Перекратишь смысл, вы должны приобретать, что манипулирует ваше мнение. Денег нет! Какой смысл? Денег нет! Какой смысл? Кто что переворачивает? Какой смысл? Какой смысл? Вы же тебе подготовились ответить. Вы же когда мы начинаем отвечать. А что у тебя мнение? Так вы не мнение! А что это уже слышно в 8 метров? Подождите! Порубай! 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 Мы обещали! Мы не знаем! Все вас гидали! Мы обещали! У вас время было! Время было! Я имею обещание от центра мессы. Я не обещаю. Но я не понял, что это всё! Это комфортно степует... Это комфортно степует... Не исправляется упить до детства! Уже хороший шаг! Давай, врачё... Врачё! 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 У меня нет зарплаты, как вы были? Какие вы были полномочия? Они выдавали мне зарплаты. Какая игра, если переживал? Так вы в блуд вводите! Зазаваривайте, я говорю! У вас есть, у вас есть. Какой вы выполняетесь! Разговор上icação! У вас есть! Фор血 в шапки поедет! 300 гривен это не выполнение! У меня денег нет, не жрать плеча от вас, понимаете? Мне долгов путят. Какие обязанности этот директор у него? Точно. Здравствуйте, господин. Да ты всегда один. За него возложена обязанность выплачивать зарплату. За чего не было время взял? За свои выплаты! По результату, вклад, высказал, во благослуживание. Несколько не возможно на благословение. Высвяты здесь ночуем! Возвращение к вовне. Приготовление снижения. За заработку. Я сейчас не буду. Я сейчас не буду. Специально к вовне. А я не знаю, что не понюшу. Я сейчас не буду. Что вы волновательны? Скажите, что вы волновательны? А насчет? А насчет вашей? Отпускай! Пустите костейник. Где ваш юрист? Если человек были не от подс ப. Смотрите, требования простые, пригласить Еггения Ивановича. Дальше. Подписать трудовой договор. И написать на расчет. 2 Раз, два, три. Я 아까. Я прошу прощения. С кем-то сударствий喝 gestures. С кем подписать трудовой договор? С профсоюзом не подписываться трудовой договор. Трудовой договор подписывается на выполнение... Там зашел, ты нахуй! Конкретный человек, юристо пригласит в суд. Поэтому трудовой договор мы можем подписать с каким-то... Джуристо пригласит. Сегодня предприятие разучится просто. Заводя, никто не разговаривает. Заводя предприятие разучится просто. Привозите юристо в суд. Вы 200 человек держите в кабинете, приносите в сумму юриста, пускай приедет, он пишет вам. Вы держите, да? А чё? Нас никто не держит. Ребята, вас кто-то держит? Нет! Вы только держите, не выгодная за плату. Вы, ребята, держите, вы плата заработной платы, то, что вы обманываете, то, что вы выруете деньги. Вот это вот держит. Давайте ещё раз разберёмся. Расчёт! 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 Расчёт его нахуй за территорию! Благодаря кому не выплачено заработной платы. Благодаря тому, что вы сделали из предприятия свою корнушку, вместо того, чтобы платить заработную плату шахтёрам, вы платите тетушкам заработный плат. Вы, бандитов, обеспечиваете деньгами, чтобы защищаться от трудового коллектива. У вас ни совести, ни чести. Да вот же все видели, 100 человек, проплаченные зарплатой 100 долларов в день. 100 долларов в день вы платите тетушкам за то, что они вас охраняют. Чего вы решили, что стоят? Я не знаю, это они просто ходят. Они тогда... Они в основании того, что мы с собой разговаривали, говорят, что 100 долларов мало, надо просить 200, потому что здесь будет жарко. Между собой стоят разговаривания. Если бы вы платили людям заработную плату вовремя, в полном объеме, здесь на нашем кабинете сегодня никого не было. Если бы вы были ответственность как руководитель, они перекладывали на кого-то нового. Я извиняюсь, вот это охранная шахта, вот это охранная шахта, это нормальная охранная шахта? А что, издевают? Это ж балаклава, пацаны, это ж не маска. В смысле? У охранной должно быть полетая лицо, и все то, что видим, стоит. Почему охраняется? Вот стоит полицейский, почему у него нет балаклавы? У него открытие маска. А у него балаклава. Полицейские присутствовали в миссии, они определяли и смотрели за соблюдением законов. Как ты в долг принимал закон? Нет, закон даже не уплатил. Я, знаете, вам так, Саша, вы на них деньги не нашли, а нам зарплату, хотя бы часть. Вы не нашли. Надо вам в рот в лазаре денег не нашли. Где вы скидываете? Я не вижу закону разговариваю за деньги. Сколько с них поставить можно? Как покупать? Не стыда, не стыда. Они вы, блядь, они... Они в город стоят, наверное. Данное им обещание тоже будет. Прямо 8 месяцев в плате. Я не сдавал. Я не сдавал. Они не выдавали им никакие документы. А что на территорию? Я тетушек не завожу на территорию. А что? Я тетушек на территорию не завожу. А я что? Это... Это законная организация, имеющая соответствующие документы. Это законная организация. Скажите, пожалуйста, охуенно должна быть спортивных костюмов? А посмотрите вокруг себя. Мы спортивные рабочие. Я в шахте в Робе работаю. Вы удивитесь. Я в шахте рабочие. Они должны быть правы. Они должны обосновательных кормить. Но никак. Не спортивных костюмов, а кроссов. Теперь мы можем... А это не одно. А намок и англо. Давайте юристы, я как вижу. Охранные структуры. Люди, которые занимаются охраной. Охранные структуры. Хорошо. Это не спорт охраны. Это не спорт охраны. Это не спорт охраны. Это не спорт охраны. Многие женщины, которые не получают заправы. Я не за это говорю вам. И поэтому... Я вам говорю за душу. А вот это охрана вы хотите сказать? Возможно, они находятся в шортах спортивных костюмов. А это бойцы. Это реально привезенные вами бойцы. Которые привезли защищаться. Это не так. Это законная. Это законная. В чем это законная? Охранная структура вся должна идти по бутерованию. Имеющая. 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 Это все документы. А кого охраняют нас от вас или вас от нас? Нет, они охраняют. Они охраняют предприятия. Вот здесь есть кто-то, кто охраняет вас от нас? Вот здесь, вот сейчас между мной и вами. Между мной и вами есть сейчас тех кто охраняет? А мы с вами находимся на предприятии повышенной опасности. И это предприятие, даже если мы завтра... А ты не видел эту опасность, а? Да, вижу. Ты хоть раз туда спускался, в опасность. Я вижу эту опасность, в потере предприятий. Это опасность, это опасность, как шахтёр. Шахтёр знает о опасности. Вы знаете, вы работали в Краснодаре? Каждый год, он не что-то заработал. Вы работаете, кто знает, все скажут, сколько опасности. Мы каждые минуты используем, но может быть немножко... Иванюк, я постараюсь, что я не знаю. Вам не верю, мы вам не верю. Снимай пальму на втором отражении. Нет, мы будем, пока вы нам не выплатите, наши зарплаты. Не уходите, пожалуйста. Не уходите, пожалуйста. Пошлите, я покажу. Дети занимали вам деньги, а нам занимают, чтобы приехать. Дети нам занимают, моя девочка занимает мне деньги, чтобы я приехал. Вам выгодны свои карманы, может быть. Меня нет линий, меня нет линий, меня нет линий. Сейчас 18-й век, дети карманы относятся. Если вы на вашей стороне, то что, ребята, это разговор нет. Не о чём мы разговаривали. Давайте выберите наши премиумы, пускайте провалить, не заверю, гостей не появление вон. Пускай заходит и расскажет, будет тогда другой разговор. Где Юрий? Почему вы одного боитесь этого человека? Почему вы его одного не пускаете? Вы его боитесь. Почему? Потому что он грамотно вас посадит на жопу, если он идет сюда. Молодой человек. Если вы можете услышать, я вам отвечаю. С этим человеком я встречался. Это ваши личные люди. Мы встречались на камеру, в присутствии ваших представителей. Я с ним встречаюсь уже четыре или сколько там, три дня, каждый день. И не надо рассказывать, что он кого-то там посадит на жопу и так далее. Надо действовать. Надо действовать в рамках законодательного опроса. Покажите! Деньги! Деньги! Подождите! Нам читали протокол! Там было 7 пунктов! Почему вы только по 7 пунктов придираетесь! Нет у вас специальной организации! Да есть у нас всё! Пусть идёт сюда! Есть ли это основание? Два месяца назад! Да ещё два месяца! Вы уже рады, что протокол подписанный! Всем пунктов! А вы только к одному придираетесь! Последним! Да! Придираетесь в пункт! Вы читали этот протокол? Нам читали его! Каждый пункт написан! Опускайте правосоюз! Мы строим вас! Попускайте нашего правосоюза! Мы заварили пункт! Попускайте правосоюза в нашему! Два месяца назад! Предоставил документы! Они были бы уже рассмотрены! Они были бы уже рассмотрены! Да, эти документы! А мы бы опять начали говорить, что там чего-то не хватает! Секунду! Давайте так ещё раз повторим! Но неужели вы думаете, что два месяца, если бы были предоставлены документы? Не хватило! Не хватило для того, чтобы ответить на все вопросы! Ты сейчас говоришь, что мы два месяца будем ждать, пока ты напустил свой юрист! Нет! Выгнать этого бестолкового юриста! И тогда не надо было! И тогда не надо было! И тогда не надо было ждать два месяца! Просто единственное! Если бы два месяца назад! 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 Вы хотите, чтоб опять так заходили как в прошлый раз заходили? Они того и ждут, блядь, чтобы мы с революцией гандона стоят там, блядь. Они вообще никто. Нам говорят, у тебя есть карточка, ты проходи. А у тебя нет, пожалуйста. Кто в охуе они здесь нет? А что, у них каждого есть карточки или что? У них каждого есть карточки, блядь. Вчера еще раз начальник полиции. Они не полицейские, да точно, блядь. Они не полицейские. Вчера начальник полиции мне, Евгению Ивановичу, еще раз разъяснил правовые аспекты. Кто занимается охраной территории? Кто проходит на территорию? Кто не проходит на территорию предприятия? Для того, чтобы все находилось в районе законодательного поля. Анатолий, спеши на расчет. Не надо меня, брат, на слабого толпой, понимаешь? Не бери. Ты понимаешь, как тебя зовут? Как тебя? Не скажи. Да ну какая разница, мы же... Это никак, что ты боишься? Владимир зовут. Ну, Владимир, ты сказал о том, что ты не боишься ни спереди, ни сзади. Я могу тебе пожать руку. Я тоже выхожу к вам всем. Вот сейчас, без охраны, без ничего. Вот только ты один и выходишь. Секундочку, секундочку, давай. Сколько тебе за это платят? Вот именно. Мне за это. Сколько за это? Что? Мне... Ответьте на вопрос, Анатолий. Сколько вам платят? Отвечаю на этот вопрос. Мне не платят. Я идейный. Я платил. Вы с актером готовите идею, да? Подожди, 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 а в чем идея? В чем идея? Рассказываю. В чем идея? Значит, за мой период работы на этом предприятии, вот там были выкрики, людей, которые там вообще абсолютно не понимают, я могу пойти и показать. Если мы с вами выйдем на территорию... Не надо. Не надо. Нет, молдов, нет, послушайте. Послушайте, если я поверну голову в любую сторону, в любое сооружение, которое будет вокруг нас, я приложил ту дорогу. Послушайте, главное, 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 вы имеете безопасность, и то, как вы спускаетесь в шахту, и то, как пройдете, и поэтому сегодня... Вот она, вот она, вот она вся идея. Да не буду на час 5-8 лет, это тоже ваше действие. Это сейчас без задежды. Это тоже ваше действие. Вот вы иди, это наша с вами. Молчи, молчи, мы ждем. Это наша с вами, лучше. А когда ты поменял? Да король, не трогай. А переход сделай. Подел. А ровно поделся. Анатолий, вы по финансовому вопросу решаете, по зарплате же нам скажете. Ничего. Так это не, ничего. Как вот она здесь бьет. А с вами, мужики. А с вами, мужики. Зарплат, я вам скажу. Молы, мы знаем, что вы строили. Сильнюю вы строили. Красавец. Вот эти критики, понимаете. Вот эти... Нет, зарплата, она... Непроводные действия. Давайте. Зарплат. Это правомерность. Правомерность не хватит. Правомерность. 8 месяцев. Примерность. Зарплат. Занимайтесь своими действиями. Занимайтесь своими действиями. и поэтому вам не выплачивается зарплата. Да, это понятно. Да, тогда это понятно. Когда Костелеков? Нормально. Пустили наше образование. Пустили наше образование. Какого начала? Значит, в пятницу. Нет, в пятницу. В предыдущую пятницу у нас было, и кто-то из вас возможно присутствовал на этом четырех или пяти даже стороннем совещании. На этом совещании были определены шаги для того чтобы подписанками данного совещания. Значит, все должны, абсолютно все, должны выполнять те фунты, под которыми подписаны. Так выполняют. Выполняют. Министерство выполняет свои документы. Выполняют свои документы. Те, которые я дал вам. И вадим по юридам до 15 утра год. На каком основании? А кто за это будет отвечать-то? Министерство будет отвечать-то? Убирать. Любой документ. Любой юридический документ требует изучения вошлых для того чтобы так не было ошибок юристов. Аккуратик! За кире 20 минут! А иззлайте юриста сюда! Убавлеченный документ, установленный законным словом. Мы посетим, подожди его! Мы посетим, подожди его! А сколько надо юристу, чтобы он... ...опытный юрист, чтобы... ...опытный юрист, чтобы... Значит, Сергей Иванович, мы вчера... Подождите! Вам задали как раз вопрос! Сколько надо? Я вам отвечаю на вопросы. Можете меня спросить? Дети! Я отвечаю вам на вопрос. Вчера на встрече с Евгеньевым, если кто-то не присутствовал, можете посмотреть, есть трансляция, мы принимали документы, с ним определились, и говорили о том, что для изучения документов требуется какое-то время. Это... Законом установлено там довольно большой срок, но никто не будет... Вы не уходите! Никто не будет растягивать... Не будет растягивать этот срок. Порядка... Порядка... Пять рабочих дней... ...хотя бы даже можно прочитать... Каждый... Один устав задерживается... У вас как в анекдоте, то почему без шапки, то почему в шапке. Понимаешь, это можно постоянно... Вот давайте тормознемся! Как раз мы все четко, абсолютно четко взятые на себя договоренность. То, что под чем подписанная стоит копия, все о чем мы договаривались, Люди пропускаются, пожалуйста... Те, которые работают на конференции... А как? Артемент шли! Те, да? Те, да? Люди... Давайте тормознемся, если вы хотите слушать... А не хотим тебя слушать! Мы тебя слушать! Мы хотим слушать! Зади сторонку, мы директором наставали! Уйди в сторонку, пожалуйста! Уйди в сторонку, пожалуйста! Давайте поговорим! Нет ухажений! Нет ухажений! Вы нас, шахтеров, унизили! Скорбили! Восемь месяцев! Вы сказали о том, что вы не болеете с никого... Восемь месяцев! Я могу пожать вам руку! Я могу пожать вам руку! Я могу пожать вам руку! Это мой древний! На слабо меня брать... Потому что человек... Человек, который выходит в колоде на толпу... На слабо брать его! Конечно! Я говорю мексиколог! Бессмысленно! Бессмысленно! Потому что мексикологи! Что они? Выше образование есть? Нексиколог! Аккуратненько! Все это мозг, мозг уже полдня! Не надо! Я молчу! Я горный инженер! Не обращайте на него внимания! Я обращаю на него внимания! Все! Весь душа и Богу! Можете не уважать меня! Можете не уважать меня! Можете не уважать это ваше право абсолютно! Ну, хотя бы та должность или... Когда будет зарплата? Когда будет зарплата? Когда будет зарплата? Когда будет зарплата? Я слушаю! Я слушаю! Все, сделаю! Закрытие… Уважаемые горняки, смотрите, здесь присутствует, не помню, Овчаров. Овчаров, Овчаров, один из представителей банды, которая никак не определится, псевдопатриотов, она то с одной стороны защищает шахту, то с другой с вами отстаивает интересы. Лучше определите, вы своей жопой на какой стуле сидите, определите. Сейчас он только что выкладывал в ютуб о том, что сюда привел Ява и Ява беспредел. Вы не рады, не содействуете возвращению Центра Энерго долгом шахте. Расскажите, пожалуйста, вы как депутаты. А девчонки кто? А девчонки? А девчонки? Что вы не думаете? Что вы не думаете? Вообще уйдет! Украли 2 миллиарда гривен, надули долгов, набрали титу, кладут им по 100 долларов в день и они ходят рассказывают, как же я не могу. Вы не делаете шахтеров, Руслан Викторович, вы не доложите вашего права, которая запустила российский уголь. Вы на данном этапе, на уровне неполной радости, не сделали ничего, чтобы в первых кабинетах государства вылазили на решение. Вы определитесь, вы с той стороны или с этой стороны, а то вы по никуда заходили, вы не делаете ничего, как народы избранники, за которые голосовали эти люди. Вот и все. Вот и весь раз с тобой. Иди оттуда, иди оттуда, иди оттуда. Иди оттуда. Я буду вас заражал, тебе как работа, шахтеров. Сторожаю, по лесам, заходи, блядь. Вот и весь раз с тобой. Наел, 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 наел. Вы как представитель, ничего. Для того, чтобы на округе, на такой ситуации шахтеры получили свои долгие зарплаты. Давай на платку, блядь. Нормально, без карты, без карты. Расскажи, как он зашел на предприятие, без карты? Как он зашел на предприятие, без карты? Теперь говори. По договору. По договору. По договору. По договору. Покажите эту договору. Если вы... Эта банда сначала срывала выборы. Привозила тетушек. Наскnde UJ. Наскидали, блядь могу. Носидали... Наскидали. Наскидали вместе с중овыми государствами. Протоколы. Протоколы. Вы Монтик, Душуковainевск. Вы будете убивать рублевую байтеот? Просто отстаивают бандитов, которые разворовали от футболистов. Они не оттуда, они не оттуда. Где строй переход? Где строй? Привод, керпли. Нам на тебя шокер. Почему переход не построй? Да она в брусовке. Не шоевый, не шоевый, не шоевый. Не шоевый, не шоевый. Не шоевый, не шоевый. Теперь такая рвация. Большая радость. Какая? Ты про правитель? Ты очистник? Нет. Есть разница. Скорь тебя! Борис работает? Борис находится в структуре. В структуре. Хорошо, а его договор заверенный юрист или какими-то? Почему он пришел? Ваш разрешение. Да он заверенный. Нет! Должны быть должной верностью, если требуете... На государственном предприятии не бывает незаверенных договоров. Покажите! 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 Мы еще раз говорили. Еще раз говорили. Покажите! Христос! Покажите! 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 Вот вы нас в правосоюз не пускаете! Покажите нам договоры, вы договоры имеете, поднимите. Зачем нам запросить? Я не имею права без законных законов, давайте определим документы. Вы не имеете права, вы не имеете права! Не выплачивать этот шаг! Это открытая информация, которая находится в интернете. Вчера Евгений Иванович сказал, смотрите в интернете, там все есть. Ну это да, а там же написано, в этом документе написано, гоньба оккупантов. Какое у вас упало? Это ж вы сделали! Неааааааааа! Что вы сделали? Вы мне заманусь! Вы мне заманусь еще! Это ж вы сделали для того, чтобы сейчас... У тебя на лбу написано, что-то клоун. Хорошо. А у тебя что написано? Заявление написано. Что он шахтер? Ага. Ага. Шахтер. Конечно. Он шахтеров. Заметьте, я точно так же, как и вы. Смирайте с вами развод. Мы не задаем больше вопросов. Не развод. Берите я, директор. Да, да, да. Тогда сделайте громкость. Тогда сделайте громкость. Не задавайте мне вопросов. Молодой человек, не задавайте мне вопросов. Вы вас не простим, слушай. Покише, секунду. Я вам точно так же говорю. Вы вас на готовности отсюда. Я вам точно так же могу заявить. Я вам точно так же могу заявить, как вы заявляете, на каком основании вы заявляете. А вы не ведетеся. Вы не ведете itself. Вы не ведете itself. Вы не ведете itself. Погодите, пожалуйста. Пошел. Вопрос на руководитель. Вы руководитель. Не ведете itself. Вам платят вообще. Вам платят, значит, вам получается нормально, вы платите, вы платите, но вы сейчас чувствуете себя лохами, полными вообще. Февраль отработал, март, апрель, май, в заявлении писал, четко, обязуюсь работать, честно, добросовестно, не нарушая трудовой договор и дисциплину в шахте, на лентах не мотаться, все прочее. Я, это, Лягуша Сергей, Леонидович, он психолог, я тоже психолог, о чем вы ведете речь, глупость, дичайшая, значит, вопрос, который, кстати, не входит. Он получает заработную платлю, но мы где? Раз, да скучайка, соблюдающий орган, завел на территорию штрафа, людей получать, что делать. Следить за соблюдением законности и дворянка. Ну, пока никто ничего не чудит. Вы все, к вам применяете? А, значит, и вы планы дали в этой платной, в золом на газонах. И вот в этом, секундочку, давайте, давайте я вам... Давайте я вам поясню. Давайте я вам поясню. Я подошел, где это в шахте, где заработала. Давайте я поясню. Продайте мне хотя бы один месяц заработной платой. Хорошо, я отвечаю на вопрос. Где нет, были никого места? От меня жена уже ушла нахер. От меня тоже скоро будет. Нормально? Давайте я вам отвечу на ваш вопрос Невыплата заработной платы директоров является уголовным преступлением В том случае, если директор своими действиями получил деньги, но не выплатил эту заработную плату вам Да, он получил деньги Если как-то давалитель не способен, то зарплату нам не будет Какой ноябрь? У нас по ГП У нас по ГП еще платится еще апрель прошлого года Ну так вы находитесь в кабинете ГП Вы находитесь в кабинете ГП Я вам отвечаю на вопрос То, что касается ГП Задолженность по пенсионному фонду у нас по ГП еще находится в рамках апреля или мая В марте того года Нет, по-моему, в апреле Ну, может быть, не буду 100% спорить Никаких не заплачено ни ноябрь Прошлый год до конца не оплачен Это первый вопрос Второй еще раз говорю Да, если директор своими действиями получил деньги и не выплатил заработную плату Он будет нести уголовную ответственность Но если у него в рамках, в рамках, в рамках, в рамках закона, в рамках закона, да, он не получил эти деньги Дай костейников запуск Запустите костейников Мы вчера Мы вчера Мы вчера Тормозитесь еще раз Давайте Вот вы говорите Боитесь одного человека Я стою перед вами Я стою перед вами Перед толпой И я боюсь одного человека Вы его боитесь Да не смешите мои тапочки, пожалуйста А что вы его не запускаете? Нет, просто есть Боритесь Уважаемые коллеги Тихо И подложите, что говорит директор Говорит вот этим вот двум молодым людям Говорит, определяйте своих горняков и угомоните Я говорю о чем? Во-первых, здесь, в этом кабинете Угомоните своих горняков Вот пришло два руководителя В большей вероятности находятся два предприятия Вы на каком, Сергей, предприятии работаете? О-о-о Я подошел на... А почему вы хотите снять директора ГИБ? Я не понял Я подошел об одной большей причине Работаю в февраль, марта, апрель, май, сейчас июнь Откройте хотя бы один меск Вы сказали мне У тебя директор Ильюшенко Ваши слова Ключевую вопрос Мы работаем на УОН А вы работали на УОН А вы работали на ГИБ 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 Мы говорили о том Что по выплате заработной плате По заработной плате Да, люди не делятся Не выплатят Делятся Если бы ничего нам не заплатили А денег не дали Ни этим ничего Секунду А вы знаете почему А почему на ГИБ Задолженность сейчас масса апреля Вы знаете почему это дорого? Потому что в период с 14 по 17 год Вообще не платилось Вообще не платилось И мы сегодня И мы сегодня платим Вот те деньги Которые же должны за тот период Мало того Мало того Мало того Мало того Мало того Мало того Кольцер Он не дает людям За этот месяц Заклат Почему Вам не достаточку Вы говорите Продолжение следует... Мы все тут работаем. Ну, тогда молодой человек, может быть, я в душе с вами согласен в 2003 году, понимаете? А ни хрена, ты не согласен. А откуда вы знаете? Да потому что это не согласен, интересы выставляют. Но это было в 2003 году. И те, кто стоит здесь, и с этой стороны, и с той стороны, не влияли на ситуацию в тот период. Ну, а сейчас ты можешь повлиять? Нет, секундочку, давайте дальше продолжим. Сейчас сложилась такая ситуация. Это все оформлено в рамках законодательного поля Украины. Есть владелец, есть ГФП, есть отношения, которые поддерживаются между ними. Поэтому, если есть какие-то вопросы по этому, есть, опять же, в рамках закона. Ты с ООО или ты с ГФП? Нет у меня там вопросов. Я готов... Только что, при всех, не задал вопрос. Было, было, было. Мы один вопрос и коллектив, под землей мы все одинаковы. Я вам отвечал... А ты здесь никто. И не надо мне ничего отвечать. Я вам отвечал на конкретный вопрос. У вас есть полномочия отвечать на эти вопросы? Вы зам директора по строительству... Ну и что? Я зам директора. Какого? На что вы отвечаете? Я зам директора ГФП. Ну так иди сюда уголь и войти, выписки угля. Да вы, я не знаю, что они не приехали. Вы слышали? Вы не приехали. Значит, вы придете к вам. По поводу того разделения, еще раз, по поводу разделения работников ГФП и ООО, я вам еще раз во всеуслышание объявляю, я еще раз вам объявляю, разделение по заработной плате не делается для работников ГФП и ООО. И сегодня, куда бы с кем бы не был заключен договор или с ГФП, или с ООО, все деньги, которые приходят за реализованную продукцию выплачиваются как работникам ООО, так и работникам... А в разных размерах почему? И так и работникам ГФП. Почему зарплаты в разных размерах? Кто не работает тренингом, а кто работает? А кто работает, тоже тренингом. А ну-то тренинг. Что это такое? Подождите, подождите. Кого ждать? Кого ждать? Еще ждать? Человек, который идет на работу. Человек, который идет на работу, он берет с собой тормозок. Но он должен взять этот тормоз, как минимум поэтому я отвечаю вам на вопрос, тот человек, который идет на работу, он должен получать больше, а кто болеет, ему лечиться не надо, у кого супруга болеет, ребенок, ему на лекарство деньги надо, где он возьмет? Где? Ответ, что вы платили 300 рублей, на кредиты, коммуналке 7 месяцев никто не платит, это производственный сепаратизм, вы разделили на хорошенький заплатили, это беспредельно называется сепаратизм, не надо, мы не разделили людей, это сепаратизм, не надо, не придумывайте, не придумывайте, не придумывайте, это право, не придумывайте. И не слушайте, юрист тоже человек, у него сегодня простой, сегодня предприятие, если вы прошли через комбинат, вы видели, что людей на предприятии нет, сегодня на предприятии простой, и работники, работники находятся дома. А кто виноват, вы? У народного депутата спросите. Тот, который непосредственно подписал поправку. Тот депутат, который подписал закон с поправкой Геруса, разрушил полностью рынок внутренней Украины, продажа угля, некуда продавать сегодня уголь. Отдайте углем! Давайте, отдайте углем! Секунду, секунду, секундочку, секундочку, четверг, первый день, секунду, первый день, когда мы беседовали, задали вопрос, отдайте углем. Я вам говорю о том, что если кто-то из вас готов брать уголь в счет заработной платы, надо просмотреть юридические нюансы. Его заработной платы вы не возите нам, просто уголь. Мы за машины платим, чтобы нам уголь привезли. Это не в счет заработной платы. Как это нет? За машины платим. Вы не путайте уголь, который возится населению. Мы рубали полный. Это уголь, который возится населению, и тот уголь, который идет на теплоэлектростанции потребителю, это уголь совершенно разными качествами. Качественные показатели. А Герню нам породу привозят. Не надо, не надо, не надо. Вы можете лично присутствовать, кто из вас хочет, ему будет грузиться уголь. Я вам обеспечу присутствие во время погрузки этого автомобиля. И посмотрите, откуда он грузится, как он грузится. Значит, качественные показатели угля, которые выдается населению, он около 12% у него зонит. То, что мы грузим на топе электростанции, у него базовая зойность порядка 23%. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, давайте, перестаньте мне, во-первых, ты Я стою перед вами, я стою перед вами, без охраны Разговариваю с ним Они между нами находятся? Вот так они здесь Они между нами находятся? Вот там, ну человек Секундочку, секундочку, я выходил к вам и беседовал Конечно, сто человек проплачено Я беседовал с вами и сейчас Между мной, между мной и вами Поэтому давайте вернемся чуть-чуть в адекват Давайте вы скажете, где Илющенко? Хаев тоже отчитывается перед ИП за деньги Где Илющенко? Секундочку, я вам задал вам Я заместитель Я заместитель, я заместитель генерального директора ГП УК Ростолиманское По строительству По строительству, ведите строй В данный момент ведете речь о директоре частного предприятия Я имею право приглашать его точно так же, как и вы Мы можем объявить там в эфире или куда, каким образом Мы можем написать ему письмо, но это грех, да? Я, я, я Я, я, я Я, я, я Я, я, я Почему Костельникова не запускает? Мы уже об этом Потому что мы еще раз будем Мы определяемся с этим директором Для этого был подписан В рамках пятисторонней конференции Мы поставили подпись в сеть Есть подписанки, которые определили Мы так что действовать будем Действовать будем определенным образом Каждый взял на себя определенные обязаны Мы вас не понимаем Вот сейчас Каждый должен выполнять свои обязанства И Евгений Иванович, мы вчера об этом десеслили Он это прекрасно знает, он это понимает Если бы два месяца назад, когда первый раз было первое обращение Письмо Евгению Ивановичу Пожалуйста, предоставьте документы Будет, эти документы будут изучены Если вы действуете в рамках закона Вам противодействовать Вам противодействовать никто не может Как можно противодействовать закону Как можно противодействовать закону Если бы в рамках законодательства Противодействовать этому нельзя Поэтому два месяца прошло Уже бы Уже бы Уже бы полтора месяца Минимум или месяц Можно было в законном поле Здесь спокойно работать Заключить Заключить коллективный договор В рамках этого договора Работать Если бы Если бы Если бы Если бы кто-то Хотел это сделать Но очень странно Это выгодит Два месяца Я не предоставляю документы Я не предоставляю документы Я не предоставляю документы Почему вы боитесь Приложить сюда Евгений Иванович Мы подписали протокол в этот кабинет при пастернаке Зиновьев Григорьевича заходило всегда огромное количество руководителей, журналистов, общественных деятелей. Он никогда не прятался, не закрывался от людей. Всегда было открытие дверь. Сегодня почему-то эти руководители закрываются. И сегодня трудовому коллективу было объявлено, еще с первого собрания, вы вспоминали, там большой актовый зал. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пожалуйста, приходите, задавайте этот вопрос. Но возвращаемся немножко в адекват. То есть, если я работаю на ООО, если я работаю на ООО, то я не могу приходить в кабинет генерального директора РФ, для того, чтобы задать вопрос, могу. Но какие-то требования предъявлять руководителю соседнего предприятия. Ну вы сейчас понимаете, что так, что мы пока не живем. Мы будем привыкнуть, задавать вопросы, вы пригласитесь, позвоните. Вы ж кинты тут все в проемах, шайка. Да, понимаете. Нет, нет, нет. У нас, у нас, у нас, что-то так же были и есть разногласия, не надо участвовать. В том числе, я покидал это предприятие, потому что... Хранили, подождите, ну как вы звонили с Родинска, смотрят трамвою эфир, да? Они просили, чтобы выбрали человека, чтобы он заставить эфир. Мне интересно, смотрите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Анатолий, отойдите, пожалуйста, а я задам вопрос директор. Секунду, давайте так говорим, вы сделаете, можно задать вопрос, но сейчас вы сделали все громкость адекватную, спокойно, спокойно, да, задаем вопрос, отчаяемся. Отойдите в сторону, пожалуйста, вот, пожалуйста, почему не пропускайте костей, вот стоит профсоюз, весь, подлюдайте законность какую-то, или как, что это, Анатолий Анатольевич, отойдите, пожалуйста. Ну, я уже отошел, извини, но уже больше, давай. Какая-то рада, я вхожу в профсоюз, мы требуем, чтобы попросили костей, это все члены профсоюза, это весь коллеги в шахте, почему вы не пропускали? Сегодня утром я принял документы, которые были... Вы коллективу не доверяете. Секундочку, ну еще раз, давайте тогда еще раз сначала. Блин, отойдите, Анатолий Анатольевич, отойдите. Володя, ну, извините, пожалуйста, что вы сидите, а я стою и вам не видно. Ну, пристаньте тогда, да. Почему вы не пропускаете костей, вы нам не доверяете коллективу? Мы, например, ему доверяем, требуем, чтобы пропустить, это наш посовет. Все, тут ничего, не закона, не ограбит, не украдет ничего. Государственное, все документы будут... Так мы же, а в какой-то момент, мы что, сбыта надо, чтобы у нас источник, у нас вообще никто не спрашивает. Нет, вы имеете, вы имеете, вы имеете мнение, вы имеете мнение, вы имеете мнение, и к вашему мнению прислушивается, но действует надо в рамках законодательного поля. Я вам отвечаю, я вам отвечаю на поставленный вопрос. Я директор, вы директор, мы с вами пришли не соревноваться с вами в Красноречии. Мы пришли не соревноваться, или вы пришли? Давайте нам разлить наши вопросы, нам 8 месяцев зарплаты, мы хотим поменять директора. Мы поменяли профсоюз, вот люди. Пожалуйста, в рамках законодательства Украины, делайте, делайте, делайте в рамках законодательства Украины, пока у нас действует. Значит, по профсоюзу, по профсоюзу, вопрос, который вы задаете, я вам неоднократно отвечал. Вы его боитесь? Нет, не боитесь. Не боитесь. Просто мы должны действовать, мы должны действовать в рамках закона. И поэтому в рамках закона, в рамках закона должны действовать. Поэтому, когда будут изучены документы, будут правовые основания против закона, против закона переть нельзя. Я вам еще раз говорю всем. Значит, если у кого-то, если у кого-то снесло башню, и он думает о том, что можно нарушать закон, я говорю о том, что мы живем в государстве, в котором законы нарушать нельзя. И с нашей стороны, с нашей стороны, с нашей стороны, мы не можем допустить, мы не можем допустить нарушения. Зачем вы задаете вопросы? Почему вы задаете вопросы? На те вопросы, которые вы прекрасно знаете. Нам не надоело. Вы задаете вопросы. Я не вам задаю вопросы. Отойдите пожалуйста в сторону. Уберите его тогда и будет нормативная лексика. Уберите. Уберите все. Мужики задают вопросы. На ручки. На ручки нафиг. Вернись в адекват. Я в адекват. Вернись в адекват. Вернись в адекват. Давайте еще раз сначала. Понижаем тон. В нормальном русле общаемся. Я отойду. Я отойду. Давайте еще раз. Я от прошу. Сделайте двор. Попустите что ли? Колеги брозят весь коллеги. Вы можете не уважать меня. Вы можете не уважать меня. Детушек собрали со всей Украины, дедушек собрали со всей Украины. Детушек 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 собрали со всей Украины. как травмировал. Прегрет поймёшь оформлять. Где трамдунули? 8 месяцев ты не платишь зарплату людям. Напиши заявление, не позорься. 8 месяцев людям не платить зарплату. Совесть есть у вас. Напишите заявление и уйдите. Не позорься на требования трудового коллектива. Напишите заявление и уходите. Расчёт! 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 Это псевдопатриот, на которого было заведено огромное количество уголовных дел на мародиорку. Не только в субъекте, а потому что не было каких-то улик... Наразі Керемогубин от Берегистова писал заяву на авиа начальника попросу в видеоколиции. А вы уже... А вы? А вы? Вы не понимаете его? Кто это кто? Постанавливает наш народный депутат. А как его пропустили на шар? Он был тетушкой во время выбора. Он был тетушкой. А что он сейчас здесь делает? Это вопрос с директором. Это вопрос с директором. На каком основании эти люди находятся непосредственно здесь, на этом предприятии? Почему горняки восемь месяцев не получают зарплату, а на этих тетушках деньги находят? Про тетушку во время выборов? Откуда они берут? Как ты лжец? Вы дешевый лжец. А вот это кто? А вот это кто? А вот это кто? А вот это кто? Гарточку покажи! Как ты зашел? Гарточку. Продоточку на выборах. Спокойтесь. Промоган. Да? Успокойтесь еще раз. Успокойтесь. 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 Скажетесь, они вдвоем сейчас стоят и провоцируют предпринимательство. Я начальника Покровского отдела полиции. Нагадаю, начальника Покровского отдела полиции на разе приближаю к этому предпринимательству. Почему руководителя профсоюза не пускают на предприятия, а этот человек находится здесь, который провоцировал беспорядки во время выборов. В армию пришел пять раз тоньше. Вот такой был. Покровского отдела полиции на разе приближаю к этому предпринимательству. Одного человека, он вас тут не побьет и оградует. Чего вы боитесь? Почему вы бедушек пускаете на предприятия, а руководителя не пускаете по союзу? Весь коллектив профсоюз. Кто здесь сказал, коллектив или нет? О отношении. Ну одного человека пропустите. Как только эти правовые основания будут подтверждены, все будет выполнено. Все будет выполнено. Все будет выполнено. У вас я к вам пришел и я тяну время. Да, вы тяну. Есть же был составлен протокол. Там ясно, четко прописано, что по профсоюзу предоставят документы. Все это было подписано. Понял. Подождите, подождите. Документы предоставили. Их проверят. И для того, чтобы узаконить ваши все действия, для того, чтобы вы в правовом поле все отрудились и работали и осуществляли свою деятельность и ваш профсоюз функционировал. Надо все это в юридической плоскости оформить правильно. Подождите. Ну подождите. Ну пожалуйста. Ну не перебивайте. Пожалуйста. Не кричите. Хочется всем за час. Но есть процедура. Поверьте. Но вы хотите, чтобы это все было в законной плоскости. За час что-то пропустят, что-то не допустят. Потом будут опять возникать какие-то коллизии по поводу вашего профсоюза. Пожалуйста. Так они будут не за нами. Процесс идет. Процесс. Вчера документы передавали. Сегодня, насколько я знаю, документы передавали. То есть процесс идет. Я понимаю, всем хочется за 20 минут. Есть процедура, установленная законом Украины. Ну сейчас документы изучают. Пожалуйста. В следующий момент. Пожалуйста. Успокойтесь. Пожалуйста. Я вас прошу. Не ругайтесь. Пожалуйста. Ответьте на вопрос. Сколько времени надо на это? Господа. Я не являюсь. Я просто. Я вам отвечал уже на этот вопрос. Сейчас отвечаю. Евгений Иванович. Вчера мы говорили. Помолчите. Ну что вы перебиваете? Порядка 5 дней. Законом ответен срок гораздо больше. Ческолько раз. Поэтому ГЧС говорит очень мало. Я вам конкретно. Ческолько раз. Только что руководитель предприятия государственного. Располняющего обязанности. Написал заявление. В котором. Как он сказал с его слов. Сказал что я на него оказал. Какое давление? Сексуальное. Какое давление? Сексуальное. Сексуальное. Я же к вам не пристаю. Не с вопросом. Абсолютно. Вы зарплату не платите людям. Отдайте зарплату и работайте. Или если не платите уйдите с предприятия. Дайте работать нормальным руководителям. Мы вас услышали. Сексуальное. Но тем не менее. Мы работаем в правовом поле. Я лично. Я вас с каждым правовым не заплатил. А можно вопрос? В пятницу Костенникова пропускали. А сегодня не. Потому что он российский. Помолчите. Подождите. Потому что и вас. Абсолютно. И убивайте. Абсолютно. Этого я уже сказал. На тот момент. На тот момент. Я еще сказал вопрос вопрос. На тот момент. И без совета. На тот момент. Я участвовал в переговорах, и могу ответить на этот вопрос. Во время переговора у нас были достигнуты соглашения в четверг о том, что завтра на территорию предприятия заходят люди, те, которые имеют действующие пропуска, и заходят Евгений Иванович и четыре человека. В пятницу мы выполнили полностью свои обязательства по этому поводу. Зашли все люди, которые работают на предприятиях, зашел Евгений Иванович, и с ним зашло четыре человека, которые не работают на этом предприятии. Почему вы не можете сделать сегодня так? Вы боитесь? В дальнейшем мы их не боимся. Одного человека у вас не говорят. Вам не говорят четыре человека. Я не боюсь. Я уже боялся. Я перед вами не боюсь. Я Евгений Иванович ввел переговоры четыре дня. Четыре дня я ввел переговоры, а я не приведу. Я не в четыре дня с ним не прожил, поэтому не боимся. Мы действуем ветром и законом. Вот вы в рамках действия, одиночки вот этих зашли за полдня. За полдня? Секунду. Не договоров не надо, не разрешение, ничего. Вы не имеете ввиду четверг, когда через корнике теперь их перепроверили? Нет. На данный момент. Вот эти вот сейчас нас опять перепроверили. Этикет, которые заклеенные все. Это организация. Это только разрешение. За полдня. В рамках нет. За полдня. Пожалуйста. А когда за полдня появились в рамках, они вообще зашли. А что это за организация, в которой спецодежда нет? Каждый в чем хочет, ходит. Что это за организация? А у вас есть спецодежда. А вы все спецодежда покупаете за свои же зарплаты. О, вы сами ответили на свой вопрос. А почему вы не выдаёте? Вы сами ответили на свой вопрос. Почему в профсоюзе работают? Потому что скажи мне, пожалуйста, Володя, нам сегодня платить за работную плату? А ты плоск. За то туго, что мы даём, извиняюсь, за туго, что мы даём, вы можете купить нашу спецодежду. А давайте подчискиваем. А что вы не надо ничего сказать? Больше, больше. Не надо никаких вопросов. Не надо. Ну всё. Вы сами ответили все на свои вопросы. Вы сами, когда задаете, начинаете думать. Вы сами понимаете, что вы получаете... Что вы получаете освободить место тоже в рамках законного поня. А если вы законный соблюдаете? Я тогда продолжу то, о чём говорил раньше. Мы подписали протокол. И все подписанцы протокола должны его придерживаться. С нашей стороны мы придерживаемся досконально рамок, которые в этом протоколе оговорены. Но если с вашей стороны или профсоюз, который действует, будет каждый день менять свои требования, сегодня я хочу одного. Мы договариваемся... Секундочку, 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 секундочку. Молодцы, все должны выполнять обязанности, которые возложены на каждого в рамках соглашения. С вами работать никто не хочет. Уходи! Я с вами не работаю. Расклево. Расклево. А с кем вы работаете? В очередь. В очередь. В очередь. В очередь. Если вы, как говорите, коллектив, то есть коллектив. Коллектив, это те, кто работает. А мы же не работаем. А пока вы только орете. Пока вы только орете. Да, молодой человек. И, к сожалению, по капитальному. По капитальному. Баня, это не капиталь. Разницу я вам поясняю. Это прокотка и добыча. А где прокотка? У нас прокотки нет. Где прокотчик? У нас прокотчик вообще. Я думаю, что прокотчика уже почти нет. Капитальность строительства, это добыча. Мы за закладку. Я за закладку. Я за закладку. Давайте так. И мы немножко потучимся. Мы немножко потучимся, а потом будет веселее. Мы уже, ребят, мы уже приписали. Мы уже, ребят, мы уже приписали. Мы уже написали. Мы пришли до директора, а не до него. Что вы его ведете? Или вам нравится до ночи тут стоять? Ну слушайте, потом оставайтесь. И слушайте эту лапшу. Поверьте, для того, чтобы разговаривать и так долго держать рот открытым, мы сушим. Давайте уже всех, кто организмов не решает. Кто-то показал? Я говорю, решил факторы замуж наторить. Не, мы туда подбежение не понял. До последнего. До последнего. Нам и здесь хорошо. Министерство не пришло к нему, директор. Сегодня давайте давайте... Где юристы? Покажите тебе юристы, кто там они? Для дела у этих людей, наверное, нет ни совести, ни чести. В предыдущие пять лет, предыдущие пять лет, они посоздавали схемы, обворовывали всю Украину. Уголь попродавали по схеме Роттердам плюс и другие схемы, обворовывая все государство. Каждого жителя Украины. И тут пришли на войну. Каждого жителя Украины. И залезли в Кармах. И полностью все. Умирали у государства. У нас предприятия, властей. Восемь месяцев не хватит заработать. Разврату людям. Восемь месяцев. Понабирали детушек. Что человек охраняет их, чтобы не зашли люди на предприятия. Шахтеры, которые работают. Дарплату платить шахтерам нечем, а детушек обеспечивать есть. И покормить их. Обратите внимание на ключевые слова. Предыдущие построили, а нынешние разрушили. Так они есть. Так сказали, что мы построили, а мы нашли в шахту. Мы говорили, что мы в шахту построили. Эти люди. Это мужики. Эти люди. Все постройки. Я вас очень сильно удивляю. Диновий Григорьевич. Да. Диновий Григорьевич развивал это предприятие. Я вас очень сильно люблю. Заместителем директора по производству. Я с вами не говорю. Я с вами не говорю. И он непосредственно развивал это предприятие. И он развивал это предприятие. Если бы этот человек развивал это. Я на этом предприятии работаю около 25 лет. Заслуженный шахтер Украины. Кавалер шахтерской славы. Всех трех степеней. И в принципе Зиновий Григорьевич меня вырастил и всему научил. И что он вдруг? Вдруг Руслан Валерьевич об этом не знает. Я все. К сожалению. Кстати он каждый праздник. Вы не пошли по его стопам. Каждый праздник. У вас он прав. Он каждый праздник меня поздравляет. Я желаю здоровья. Дай бог чтобы этот бордак не просматривал. Потому что сердце деда может не выгодить. Коллектив требует. Чтобы вы написали заявление. Вы платили заработную плату. По заработной плате. Если у вас есть возможность. Созвоните в центр энерго. Узнаете задолженность. Потребует выплатной зарплаты. И мы. Почему же не делаете? Если вам за это зарплату платят. А вы наряды даете. А на государственном предприятии уголь не добывают. Только частное предприятие. Когда было совещание в окалом зале. Вы как сказали. Ваши же слова. У министра. И президента. Все под контролем. Когда мы уголь отправляем. Мы вам задали вопрос. Опять нас кинут. Все под контролем. Ну а теперь. Если вы меня слушали с самого начала. Уже порядка недели или полторы назад. Сменили руководителя центр энерго. И у нас остановились платежи. Мы обращались к нему. Напрямую по телефону. Он взял время разобраться с ситуацией по центру энерго. Поскольку вот эта ситуация с российским углем. С электроэнергией. Она очень сложная. И центр энерго. Вместо того чтобы получить прибыль в прошлом году. Оно получило громадные убытки. По-моему там более двух миллиардов. Человек взял время разобраться. Ну мы понимаем. Но у нас ситуация острая. Тем более что пятый участок сорвался. И ну скажем так перестал работать. Я уважаю. Уважаю решение коллектива. Абсолютно. Я отвечаю человеку. Хотя бы кому не имеете уважения. Уважьте своего товарища. Сегодня утром коммерческий директор. Я вам еще раз говорю. Меня набрал. Тем более мы ездили к Бусловецу. О своей ситуации рассказал. Мы подготовили два письма об этой ситуации. О том что центр энерго прекратил выплаты. Сегодня утром был звонок. И коммерческий директор центр энерго пообещал до конца недели совершить платеж. Я не хочу сейчас говорить сумму какую он выпустит. Я не знаю. И он может на счет не платить. Поскольку деньги в день заходят с энергониками. Ну во всяком случае такой был утром разговор. Я отвечаю за свои слова. Поэтому и пообещали мы каждый день как бы созваниваться и идти. В четверг это были три пятницы. Я вам тоже пока не скажу. Но надеюсь это будет на эту неделю. Я выходил и к людям, и в малом актовом зале, и в большом актовом зале. И готов общаться с вами в мирном горе правого окна. И кабинет он всегда открыт. На улице тот же Сергей, который все вовсе, что вопросы задает. Я же отвечаю. Сергей, да уж опять. Да, здесь, здесь. Как было, да? Я не отвернулся от тебя? Нет. Не отвернулся? Нет. Ответил на все вопросы. Да. Я с людьми всегда разговариваю в принципе адекватно. Я плечом к плечу с многими рабочими. Поэтому мне абсолютно на замок посмотреть не стыдно. Поверьте. Но то, что сейчас делает Руслан Валевич, это антизатор. И я думаю, что все-таки правовая оценка в данной ситуации обязательно. Ольга Анатольевна Бусловец, министр, сказала, что на последнем, на предыдущем комбине, который был, что представители двух предприятий в полном объеме не приехали, поэтому вопрос, к сожалению, урегулировать не удается. Просто даже, просто даже, просто даже игнорируют встречу. Не смогли даже доехать. Об этом сказала министра. Об этом есть видео. У вас можно посмотреть. Очень неприятно. Мне очень неприятно наблюдать ситуацию, когда народный депутат все это переворачивает с головы налоги. У Ольги Бусловец мы сидели в кабинете, в присутствии Бабченко Владимира Ивановича, который был за круглым столом и попал. Кого тогда не было? Ну, только не перебивайте меня. Даже есть видео. Кого тогда не было? Она говорит, ни одного СОО, с ГП, короче, Красно-Лиманской, не было. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Быстрые ваши идеи не будут нас перебирать, да? У Ольги Бусловец в то время была инициативная группа. К сожалению, нас в эту инициативную группу не пригласили. Я не могу бороться в кабинете Бусловец без приглашения. Поэтому мы встретились на следующий день в присутствии советника министра Бабченко Владимира Ивановича и переговорили, и обсудили все вопросы. Я думаю, не без ее влияния все-таки позвонил сегодня коммерческий директор по АОЦ Энтрендер. Еще какие-то вопросы? И что решили? Это ваши продажи. Я только что отвечал. Нет, сколько вам платит отдать за должность? Все, нет, конечно. А почему? Какая-то додительная. То есть, ваше? Не поделить по 300 арене надо опять, да? Уже конкретно. Смотрите, на данный момент у нас задолженность перед Центр Энерго 35 миллионов, чтобы вы понимали. А общая задолженность по двум предприятиям практически 200 миллионов. 200 миллионов. Вы понимаете, что 35 и 200 – это несоизмеримые цифры. Но, если... Я даже давайте так, не предлагаю сейчас выгонить на работу. Представим, что мы не хотим добывать уголь, но категорически обиделись, и пока нам не выплатят заработную. Поэтому мы обращаемся к народному депутату Руслану Требушкину, у которого есть право потребовать ДВП. У нас есть большой пакет, который есть в комитете Верховной Рады. Это наши проблемы. Да, это наши проблемы. Но мы сейчас обращаемся к Руслану Валерьевичу, что у него есть право депутатского запроса. Он может потребовать у ДВП, почему, деньги в объеме 89 миллионов не выплаченной государственной компании Краснолиманской. Также наши задолженности остались в Углее, Украина, в компании ДВК, и вот этих денег, секундочку, и этих денег, если бы Руслан Валерьевич в корне понимал вопрос, а не занимался тем, чем он сейчас занимается, то, возможно, мы общими усилиями добились бы цели. То, что сейчас здесь происходит, это неправовая ситуация. А в чем здесь неправовая ситуация? Люди пришли и требуют свою зарплату. В чем неправовая ситуация? Врываться в кабинет, кидать... Вы не манипулируйте. Вы не манипулируйте. Секундочку. Значит, я абсолютно четко следую законодательству. И не плачу зарплату 8 месяцев. Это следует законодательству. Я знаю, что на меня коллектив подал заявление к прокуратуру о выплате зарплаты, и мои действия будут оценены правоохранительными органами. Пускай дают оценку прокуратура, а не Руслан Валерьевич. А до этого вы считали, что это нормально, да? Что значит нормально? Полгода не купить. Значит, давайте так, полгода. Рынок... Вы не договорите, что на вас написали, что-то так... Это, боже упаси, эта процедура ведется. Более того, против Центра Энерго уже иск один выигран. Выигран иск, и по-моему, даже заблокирован ряд щитов. Вы не правы, фрекинзионная работа ведется с самого начала. Просто, ну, вам это доводите. Если бы вы такие вопросы задавали, у нас нет проблем. Мы доведите в вашу вопрос. Вы просто рассказываете, вы с кем не работаете, и вас все противно. Все вас кинули на день, получается. Это же... Ну, все, все. Ну, вы сами говорили, три раза вас кинули с разными источниками вообще. Правильно? Это же вы нам рассказываете. На настоящий момент... Смотри, как тебя зовут? Игорь. Игорь, Игорь, смотри, мы в мае месяце, начало мая у нас... До этого мы с ноября месяца, в мае месяце, начало мая, работали с ТЭС-Калужской. Это, скажем, был небольшой объем, небольшой объем. Я так сразу говорил, что нашу шахту, Галуж, не вытянули. Поскольку я не могу так уберегать, у меня чуть-чуть другая способность. Значит, мужики, послушайте, тихонечко. ТЭС-Калужская имеет, ну, по потреблению, потреблять небольшой объем угольной продукции. Скажем так, было 25 тысяч. У нас она, скажем так, вполне... Но, тем не менее, после ноября месяца с ней работали, и какие-то крохи получали. Переводили на заработную третий. И 300 было, и тысяча, и 100 было, и осталось... Но мы их не должны были оставлять на счетах, мы должны были выплачивать в целом. Далее, в мае месяце, в мае месяце, КАОШ в одностороннем порядке прекратила платить на сухой, и, соответственно, не платила какой-то объем уже поставленного сырья. Бились во все, скажем так, инстанции, и удалось, опять же, не без помощи министерства, заключить договор между государственной компанией «Постойманская» и ПАО «Центр Энерго». Очень для нас, скажем так, выгодный договор на сумму, ну, общую сумму скажу, на полмиллиарда гривен. То есть мы можем на эту сумму одрузить угля и получить денежные средства. И они пошли к нам на встречу, я ничего смешного не сказал, я, в принципе, сидел, и вас же не подзывал, да? Мы подошли и начали спрашивать. Я встал и начал отвечать. Зарплату требуется. Поэтому, в основном, я сейчас с вами не хочу разговаривать. Значит, вы себя ведете неадекватно, я даже, я был даже, может быть... Вместо того, чтобы сегодня работать в Верховной Раде, я вынужден находиться здесь, вместе с горняками, требовать выплатить заработную плату за 8 месяцев. Вы нарушаете законодательство, откуда вы, вы не платите заработную плату. Вы не платите людям заработную плату. Или заплатите зарплату, или напишите заявление. Вот решение вопроса. Если бы вы не принимали закон, ваша банда Кропочевская продолжала грабить каждого жителя Украины. Вы залезли каждому Украинку в карман. Вы выстроили власти и слепы на государственном уровне. А даже этому разрушили. А вы сидите, вы захватили государственное предприятие. Набрали пласты и не платите заработку, эксплуатируйте людей. Поэтому о чем с вами говорим, что трудовой коллектив требует, чтобы директор написал заявление и ушел в отставку. Требования коллектива выйти вам в отставку. Услышьте людей или заплатите зарплату, или уйдите в отставку. Для вас написали, вот, лид для того, чтобы вы написали заявление. Вот вам. Вам написали сценарий в Киеве. И Гробачи вам рассказывают, под диктовку, что делать. И тем тетушкам зарплату платят. Те люди, которые... Те тушки, которые стоят, где тетушек, которые... Те тушек, которые... Контролирующие, рабочие люди подошли, требуют сказать плак. Вы нас не стали. Вы против нас поставили этих людей. Вы заходили спокойно. Здесь вы спокойно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это моя позиция, людям не платить. Это была его позиция. Поэтому я здесь. Поэтому я с трудовым коллективом. Поэтому я здесь с трудовым коллективом, для того, чтобы вы заплатили заработную плату. Заплатите деньги. Людям заплатите деньги. Заплатите деньги. Шахтер. Перестаньте издеваться над людьми. Перестаньте приводить сюда тетушек, которые не дают. Людям вы с вами общат. Вы не пускаетесь до руководителя профсоюза. Вместо того, чтобы выйти пообщаться, вы прячетесь. Вы не платите заработную плату. Александр Ильич, ответьте на простой вопрос. Я с вами не разговариваю. Когда вы встречались с вами. Я не с вами не разговариваю. Поэтому к вам трудовой коллектив обращает. Меня сюда пригласили. Я сюда пригласил, но разговаривал, но вы перебивили, Руслан Ильич. Это потому, что вы рассказываете непонятно что. Людям непонятно что вы рассказываете. Вам может быть непонятно. Человек, который проголосовал за эту поправку, ему вообще ничего не делали. Да потому, что вы грабили всю Украину. Вы обворовывали. У нас самая дорогая электроэнергия в Европе. Самая дорогая. И поэтому вы сделали ничем. Вы обворовывали всю Украину. И поэтому вы сделали ничем. Полтора миллиона российского угля завезли. Что ж вы обманываете? Полтора миллиона тонн российского угля завезли. Руслан Ильич. Что вы рассказываете? Три раза. Русские копили улы. Живоровские устроены на предприятиях. И сейчас им морочите голову. Морочите голову. И у вас еще хватает солисти. Им что-то расскажут. Отдайте зарплату людям. Отдайте зарплату людям. И зарплату мы отдадим, Руслан Валерьевич. Дошла! Кстати, был корректный чур. Скажите хотя бы приблизительно. Когда в ближайшее время. Лечили в полном. Сколько нужно ждать? Давайте сделать ненависть. И продолжаем общеживаться. Если вы корректный вопрос задаете, я же готов отвечать. Но слушать это я уже устану. Это мой опыт. Выполняйте свои правды. Скажите сколько ждать. Выполняйте свои правды. Так, давайте сделаем ромкость чуть тише. Ромкость у вас поможет. Я вас не спрашиваю. Ромкость чуть тише. И вы услышите ответ. Не трогайте меня, пожалуйста. Не командуйте. Не разговаривайте так с огняками. Не трогайте меня, пожалуйста. Имейте уважение. Не дотрагивайтесь до меня. Или будет это нормально. Вот ваш помощник вас перебивает. Это нормально? Он не перебивал. А что? А мой помощник помогает чуть-чуть. Попаритет создает. Надо рассказать. Так, а теперь давайте все-таки конструктивно. Вы задали вопрос. Тогда мы в принципе, ну какая, скажем, возможность. Есть ближайшее время. Да, ближайшее время. Хотя бы как припозитие. Вот у нас сейчас актив, да? Опять же вернемся к тому, что готовые информацию воспринимают. Если нам поможет Руслан Валерьевич с вами депутатом. Нет, без Руслан Валерьевич. Подождите, подождите. Мы тут для него продавали. Ситуации несколько. Мужики, ситуации несколько. А если выбить деньги, здесь его не постащат. Если выбить отчасти задолженности. Если бы мы, если бы мы направили усилия и нам помогали в этом народные депутаты, то мы бы могли просто забрать эти деньги и выплатить их хоть завтра. Понимаете, то есть депутатом вообще ничего? Послушайте, потому что ресурса, ресурса одруженного угля, который нам, которые предприятия получили, нам деньги с лихвой хватит для того, чтобы выплатить деньги другим предприятиям. Как по ООО, так и по ГП. Но поскольку есть определенная проблема, мы составили много исков, есть претензионная работа, есть субдебные процессы, которые в нашем государстве происходят не быстро, к сожалению, не быстро, то я не могу по возвратам этих деньгам точно дату назвать. Но если мы определяемся и работаем от текущего угля, то есть мы добываем... Вы нам предлагаете запоить пространство. Я вам второй вариант, я не могу одним вариантом, потому что первый вариант, он пока не работает, и народные депутаты занимаются не тем, они приходят сюда, устраивают клоаку, вместо того, чтобы объединить усилия, вы не задавали вопрос, пожалуйста, помолчите. Когда вы зададите вопрос, тогда я буду отвечать вам. Если бы у нас усилия были объединены... Я с вами не хочу разговаривать, вы нечестный, некорректный человек. А вы честный? 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 Значит, все мои слова подкреплены документами, исками и так далее. Если вы хотите, с ними ознакомиться, мы вам предоставим. И там так и написано, да? Там так и написано, есть ли, может быть, или как? Нет, там написано обращение в суд, есть претензия и так далее. В том числе весь этот... Ну, в процессе, в принципе, около 4 месяцев уже. Это давно. Тоже ничего, да? Не прости? Нет, ну, к сожалению, я же тебе говорю, что мы находимся в определенных обстоятельствах. В общем, денег можно не ждать, да? Что нам делать? А теперь... Ну, надо рассчитывать, зайти куда-то на другую сторону. Научитесь слушать. Научитесь слушать. В принципе, центр Энерго не отказывается от взаимоотношений. Я разговаривал, но ситуация такая возникла. Они задержали оплату. Мы приостановили отруску. Я вам честно говорю, мы с первого числа отрускали в их направлении не вагона, поскольку мы хотим увидеть деньги. В случае получения денег, допустим, в четверг, пятница, то, я думаю, корректно будет одружать дальше продукцию, для того, чтобы получать деньги. Причем, ну, скажем, 10 тысяч мы можем одрузить, даже если у нас нет желания включаться и работать. Да? А сколько раз таки оплаты работали, и нам не платили. Мы получили оценку Энерго с 20 числа по 31 мая 25 миллионов гривен. И вы платили на заработную плату. 300 гривен? А 300 гривен? Это было 4 транша. Я могу вам сказать по датам, посмотрите по карточкам. Это не было. Это не было. 300 гривен точно. И давайте объективно поверим. Ладно, было 2 600 не работали. Ну, это за ноябрь были. Это за ноябрь. ГБ дали, дали за рэм. Это за ноябрь. Совершенно верно. У нас не было принято решение... Секундочку. У нас не было принято решение платить. Давайте уважать друг друга. Давайте либо кто-то один задает, либо другой. 4 вопроса, я даже не понимаю. Вы задали. Ускорить рассмотрение документов нашего профсоюза. Вы можете повлиять на это, чтобы вы ускорили рассмотрение документов? Не 5 дней, а 3 дня, к примеру. Вы можете на них повлиять? Относительно профсоюза. Документы сегодня только приняты. Мы, наверное, довели до сведения, что сегодня у нас нерабочий день для контура. Рабочий, поскольку предприятие стоит и работники находятся в просторе, то контура работает только в понедельник, среда, пятница. Завтра будут работники юридического отдела и будут рассматриваться документы. То есть в течение какого времени рассмотрят документы? Ну, я с юридическим отделом, конечно, ну, я не знаю. Поработаем. Я не знаю, проработаем. Сколько документов, какая сложность, какие там есть нюансы. Я не могу сказать, что завтра там 12 часов, доброты будут. Нет, это будет достаточно быстрее. Мне скажет об этом работник юридического отдела. Со сколько я не работник юридического отдела. Я могу тебе, дружище, сказать, на сколько комбайн, какую полоску. Проедет. Я могу тебе сказать производительность юрбайна. Могу калибр цепи, сказать. Я технический специалист. Но это юридический момент. К сожалению, мне нужна консультация, прежде всего, работника юридического отдела. Это понятно? Мне просто интересно. Я же задал вопрос. Вы можете повлиять, чтобы ускорить процессы? Нет. Нет, нет. Своих юристов. Смотри. Смотрите. Будет. Значит, у меня вся шахта не получает заработную вкладку, в том числе и юридический отдел. Влиять на юридический отдел. Ну, это как на вас. Сейчас мужики поехали в Рубаневу в третью смену. Ой, по-простому. Я вам серьезно говорю. Есть такая проблема. Есть проблема. Я завтра по-человечески, как и с вами, буду беседовать с работниками юридического отдела. И мы будем рассматривать документы. А не повторится такой вариант. Пройдет там пятница. А тут запятую такой нету. Давайте еще неделю. Возьмите другую поступку в документы. Конечно. Я считаю, что там есть документы, а есть наши. Давайте так. На все вопросы, которые вы можете сами ответить, не спрашивая, отвечайте сами. А мне задавайте те вопросы, которые хотите от меня услышать. Я вроде бы так постарался ответить. Владимир Александрович, когда будет население увозить уголь? Сколько за тот год вывезли? Когда население? Как вас зовут? Александр. Александр, Саша. Когда шахта работала, уголь ввозили. К сожалению, так технологическая цепочка устроена, что уголь население мы можем отбирать только из поступаемого угля в шахту. Тот уголь, который лежит в дозирующих, аккумулирующих бункерах, у него уже зольность 23%. Такой зольности продукцию мы населению не отпускаем. Населению отпускается продукция зольностью 12%. То, что горит в бытовых котлах и печках. А уголь 23% это базовая, скажем так. Ты что думал про зольность, жене рассказывает. Про что? Это был выкрик. Отчасти ситуация так, как я и сказал. То есть, как только оно будет на работу, продолжается у нас ударный садик. К сожалению, я эту цепочку не перестроил никак. Мы с ноября месяца нормально не работали. Мы не работали и декабрь. Мы январь простояли. В феврале мы добыли там, как говорят, 4-5 тысячи часов. Ты понимаешь, что это ненормальная работа в предприятии. Если бы она нормальная, эффективная работа, то... Это пресса. Каждый день это одно и то же. Смотрите, действительно, ситуация, я думаю, с этим руководителем решится вряд ли. Почему? Потому что, если бы ее хотели они решать, они бы ее решали. А сейчас идет просто замыливание глаз, заговаривание вопросов. Скажите, если бы руководитель хотел разобраться в документах, он бы вызвал бы сейчас любой руководитель предприятия, вызвал бы юриста, и он бы это сделал. Это просто идиоточка, втирательство, замыливание глаз. Потому что, когда надо, и выходные, и не выходные, выйдите, сделайте. Мы все это знаем, поэтому это все, это обман. Министр сказала, Ольга Анатольевна, следующее. К сожалению, нет задолженности перед государственным предприятием. Почему? Потому что на протяжении последних нескольких лет было создано ОПГ, которая забрала пласты у государственного предприятия, вступила в сговор, продала интересы горняков, громады, города, и передала на ООП. И сегодня весь уголь, который вы добываете, вы за него даже не можете, как государственное предприятие, не можете получить себе заработанные деньги на зарплату. Почему? Потому что, к сожалению, задолженность только перед коммерческой структурой. Поэтому государство даже не может сегодня государственному предприятию погасить задолженности. Потому что дьюры, де-факто, нет задолженности. Она есть у ООО. А ООО, мы понимаем, что это предприятие, которое грузит в своих интересах, устанавливает разные цены, по разным ценам поставляет оборудование. И 2 или 3 миллиарда гривен надуло долгов за 3 года работы кропоча на этом предприятии. Надуло воздухом. Поэтому сколько бы вы ни работали, что бы вы ни делали, вы просто будете обогащать этих людей. Пока государство, пока министр не выгонит всю эту шайку, пока не будут проважены уголовные дела, и не будет разбирательства по всем этим вопросам, пока не будет сделан честный аудит, эти люди будут сидеть и грабить, нанимать тетушки, нанимать тетушки, для того, чтобы потом продолжать грабить всю Украину, все предприятие. Я вижу, что вы подготовились манипулировать и обманывать. Но вы грабили страну хоть 5 лет, 3,5 тысячи гривен. Помните, уголь стоил 5 тысяч. Это эти люди этим занимают. Все это время. Сегодня уголь сколько стоит. О чем пытался сказать, Александр Валерьевич, не понимает. Полторы 2 тысячи, они просто обворовывали страну. Самая дорогая электроэнергия была в нашей стране. Самая дорогая электроэнергия была в нашей стране. Хотя себестоимость у нас не такая высокая. Ты же в рейду была себестоимость. По 2, по 3, по 3, по 3 продавали. Вы обогащались на вашем дуне. А вам платили копейки. Никогда не получала деньги из бюджета. Это тот, который не перебивает. Деньги из бюджета получают наши соседи. Селеда уголь, Мирноград уголь. Так вот, министр сказал о том, что у государства такие задолженности перед ДГП в руках Роскалиманской нет. А ваш депутат обычно вывернул это все наоборот. Их пытается или не понимать ухожиться, или не понимает, или не понимает, или не понимает, или пытается манипулировать вами. Еще раз вам говорю, в данном случае речь идет о том, что бюджетной задолженности перед угольной компанией Роскалиманской государства нет. Данная акция требует определенной организации. Руслан Валерьевич может спонсировать, он человек не бедный. Да что вы не снижаете? Мы не снижаемся! Мы не снижаемся! Мы не снижаемся! К сожалению, я не могу вместо этого... Они грабят, а требушки не нужно консировать. Да не спешите! Да не спешите! Грабить, перестаньте, велики отдайте, поставивайся во сне. Грабить и разворовывайте отталкивание предприятия. Восемь месяцев зарплату не платите! Что вы с вами говорите? За что вы не платите деньги? На тетушке деньги есть, а с актером на зарплату денег нет. Давайте подумаем! Самая настоящая РУПГ! Руководитель РУПГ! А актеров на зарплату нет, а на тетушек есть! Давайте подумаем! Почему на тетушек нет? Я поеду... Если данное будет организовано, детство, я поеду с вами. Я поеду с вами требовать... Я поеду требовать вашу свою зарплату. Вопросов нет. Если у нас не будет средств в пятницу, как обещал центр НОВЕР, я предлагаю понедельник при помощи... За понедельник что есть нам? Это ваша работа! Не за понедельник при помощи! Мы должны предупредить! Ты умрешь сегодня назад! Вот класс! Не надо меня испоковать! Я спокою! Выполняйте себя, Александр! Вадимир Александрович! А вы можете сказать, сколько вчера людей рассчиталось в предприятиях? Вчера именно? Да! Вчера сколько? На подпись стоят! Забирали свои документы! Они не в один день рассчитываются, я тебе не скажу. Они за месяц могут рассчитываться, потому что у нас контроля работает только в один определенный день, может там было человек пять, я не знаю. Но за месяц... Если вам интересно, подойдите завтра... Вчера! То что я знаю! Более тридцати человек это точно! Из предприятий! С кем вы останетесь? ГП точно нет! Нужно срочно что-то делать! Ну смотри! ГП точно тридцати человек нет! Я не подписываюсь! Ну мы все здесь работаем! ГБ, ООО, все равно вы угол понимаете! Может быть этот объем, который ты сидишь, может быть это ООО работает! Я не скажу! Для того чтобы дать тебе точную информацию, подойди завтра! Я точно знаю из ГП! Завтра подойди, я тебе покажу! Весь... ГБ, я просто хочу у вас спросить, что дальше будет? Вот вы говорите, через недельку там что-то... Может... Попробуем! Сколько людей у нас на предприятии останется, если все продлили? Я бы могу сказать! Денег никакой! Будете работать! С кем вы будете работать? Я хочу вас спросить, с кем вы останетесь работать здесь? Ну, на данный момент, на данный момент, на данный момент, на предприятии две с половиной тысячи человек. И добычные участки у нас, конечно, потерпели удар, но не на столько. Идеи! Идеи! Приходим! Будем работать! Это беда и боль! Надо не работать! Надо выходить из этого кризиса! Дружище, я получаю деньги только от продажи угля. К сожалению, продажа угля в Украине... Украина была заблокирована на законодательном уровне. То есть, уголь дешевле было приобрести в России, что и делалось, а наш уголь перестали покупать. Так вы его по три с половиной тысячи продавали во всем мире, оно стоило в три раза дешевле. Электроэнергия самая дорогая в Украине! Пугали, мили, поспирали, воровали, каждого жителя Украины! За этот закон, его голос, который лишил нас рынка избыточного. И все беды начались отсюда. После этого, вы свою ответственность не перекладываете, вы не платите за влагу 8 месяцев, и не водите людей в заблуждение. Почему другие предприятия платят за работную плату, а вы нет? Мужики, вы видели, когда в Доброполе депутатом сейчас я спрошу, я попробую, да? Когда депутатом Слуг народов в Доброполе вы видели видео, да? Задали вопрос, а зачем вы проголосовали за вот эту поправку? Вы помните ответ народного депутата? Нас развели как лоху, Руслан Владимирович. Вы страну разводили пять лет, придумали войну с предыдущей властью, разгазали войну, вы это сделали, ваши руководители, продавали уголь, обогащались на горе, на завышенной цене, самая дорогая цена на уголь, самая дорогая цена на электроэнергию, нагревали себе команды, украли предприятия государства, а теперь стоит 8 месяцев а теперь рассказывайте что-то, перестаньте воровать, отдайте деньги людям, воровать перестаньте. Войну кто придумал? Смотрите, вы можете начальника вызвать на шахту, он приезжает на шахту, нормально все, почему вы не можете сейчас вызвать юриста, чтобы он приехал на шахту? не будет за заработной платой, я даже начальникам стараюсь с ними корректно послушать, я их отпускаю, вот сейчас у нас такая ситуация нехорошая, почему не зам, никого не прессирую, я абсолютно во всех ситуациях, нет уважающих ситуаций, потому что на самом деле, если бы уважали в ситуации, вы бы пригласили юриста, и здесь бы сейчас не приобретались в эту ситуацию, а вы просто издеваетесь над людьми. просто люди, которые не понимают, вы видите, вот он сейчас рассказывает вообще вещи, которые, ну, я не понимаю, я не понимаю, о чем я говорю, я не знаю, вы пригласили юриста, вы же не приглашаете руководителя, юридистов, если бы что нам надо, если бы, вот сейчас от этого зависело, и у вас завтра появилась, у вас завтра появилась заработная плата, я бы лично попытался привести, на своем автомобиле, на своем автомобиле, есть служебное мошенничное предприятие, обещал, сегодня нет, ну, что же это такое, ну, это смехота, я обещал, вы обещали нам, 8 месяцев заработку, вы обещали нам, обещание ни одного не исполнено, обещали, было дело, нету, нету, нету обещаний, Владимир Александрович, как тебя зовут? Олег меня зовут, Олег меня зовут, я устроился, я не мог физически тебе обещать 8 месяцев, с февраля, ладно, 6 месяцев, 6 месяцев, 6 месяцев, 6 месяцев, 6 месяцев, я только и делаю, борюсь за того, чтобы она была в будущем, и только этим занимаюсь, есть такой вот пакет документов, если мы в состоянии с ними работать, мы вам можем дать, сколько продадут на претензии, у нас здесь человек, юрист, который понимает, у меня нет высшего образования, я в этих бумагах не понимаю, есть юрист, он зайдет и смотрит бумагу, с нашим профсоюзом, пожалуйста, мы ж не против, он доведет нам, людям, что, бумага, что, это без вопросов, Юрий, конечно, так и будет, как только юрист ознакомится, он сразу доведет, ну да привезите его, ну пусть, в один день, давайте хорошо, вы идете рубать, юрист приезжает, конечно! шестьдесят человек, пять месяцев, ну вы сами ответили на свой вопрос, вы сами ответили на свой вопрос, нет, нет, это не надо бону, да, председатель, это не надо бон, вы идите рубайте, беспокойто, мы не вернемся, грейм за то, что вы порубаете, но без денег, но без денег, Для того, чтобы вы поняли суть вопрос. Юрист точно такой, человек, как и вы, который не получает заработной плат. И сегодня нерабочие дни же предприятия, и она не получает заработной плат. А у нас уже несколько месяцев рабочие дни, понедельник, среда, пятница, и их специально не подстраивали. Я думаю, ради такого забрания можно было бы урить на третажер на один день. Столовая не закрывает. Столовая работает в определенном направлении. А почему она работает, если тут никто не работает? Почему работает столовая, если здесь никто не работает? Я бы яснил. Потому что надо поддерживать жизнь. Для того, чтобы завтра нам с вами было куда вернуться. Если мы сегодня не будем обеспечивать столовую панель, то столовая работает для этого. Для того, чтобы эти люди, которые пришли, пришли к нам с вами. Чтобы прокормить 150 человек. Я бы сомневался. Вы на этот вопрос так и не ответили. Что это за товарищи? Что они тут делают? А что они в нормальном режиме? 15-16 человек. Нормально. А что 124? Нормально. Начальник полиции нам на собрании пояснил, вместе с генералом, что охрана территории это обязанность администрации. И администрация. Но их есть администрация. Их есть облачевать наемные деньги. Нет, они не получают, согласно договору, сегодня они не получают. А что они питаются в столовой? Они посторонняя организация. Что посторонняя организация делает на шагах? Они посторонняя организация, которая имеет договор. Она имеет договор. Они командированные суда. И предприятия, я не являюсь его руководителем, платят командировочные, за которые они питаются. За то, чтобы они питались. Их руководители. А их руководители кто такие? Мы наше шаг, ты при чем? Значит, я вас тоже очень сильно удивлю. Мы сегодня за автобусы тоже не платим. Сейчас речь идет о том, что со всеми поставщиками, с которыми работает шахта, есть попытка нормального диалога и оплаты. А настрой власти, видите, пошли вам на автобусы. Они предоставили вам автобусы. Это не горе власти. Причем тут городки? Это частное предприятие. Частное предприятие. Это охранная фирма. Это не народного депутата. Депутата городского совета. Поэтому точно такой же договор, с охранной фирмой. Точно такой же. Вы в данный момент можете позвонить министру, наверное, имеется у вас? Комбернация. Министр, именно министр. И объяснить ему ситуацию, что вот сегодня именно то, что вы в заложниках на предприятии. У нас в заложниках на предприятии. Я министру, звонить не корректно. Телефон у министра, конечно, у меня есть. Звонить я не могу. Я в любом случае доложу определенное время, то есть в 20-30 случая. Ну как вы не корректно. Министр, это не мой уровень. Ну так, ну так. Ну она не работает на пожарной машине. Я еще раз волнуюсь, что в той ситуации... Мы тогда были у министра. И на территорию предприятия зашли шахтеры и группа неизвестных лиц. Мы были в это время министрами. Нашей ситуации доложили во всех, так сказать, кратствах. И она всю ситуацию знает. И я, когда, может быть, вы не слышали, звонок сегодня от Центра Энерго, я более чем уверен, что не без ее участия. То есть Центр Энерго в ближайшее время должен восстановить платежи. Насколько все понимают и видят, все интернет, они долго вообще не видя не были, что здесь происходит. Смотрите, с января месяца, по настоящий момент, ушел один министр. После него был исполняющий обязанности министра. И его уже сейчас нет. А сейчас Ольга Бословец. Министр, и я вам должен сказать, это очень адекватная женщина и специалист. И этот человек заявил, что уголь украинский должен быть. И в ближайшее время всем ТЭСам надо перейти на сырье отечественного производства. И чести и хмала за эти слова. Причем в настоящий момент на рынке очень дешевый газ. И некоторые электростанции сжигают газа. То есть перешли на работу газом азотных блоков. И она сейчас занимается той ситуацией, чтобы отключить эти блоки и принудительно в порядке оказать сжигать украинское сырье. То есть уголь. То есть в данный момент мы сейчас не можем обрадиться. Я не... Это некорректно. Да, я просто... Я раньше ей звонил. В пятницу был здесь. И он явился подписантом. Соглашение подписывал, в том числе со стороны министерства, представитель министерства. В пятницу был здесь представитель министерства. Полностью вот здесь, в этом кабинете, в соседнем кабинете, с участием ваших представителей, сидели и разбирались. Ну и везде тешима. Нет, ну не бывает, что за один день так быстро происходят какие-то изменения. День полухода уже, какой год? Семь дней. Дома, вы же не обращались никуда. Ну что, как обращались? Ну, российский сезон. Да, давайте. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как зовут? Как? Вася. Вася? Василий, приди завтра. Мы тебе покажем полностью пакет документов с датами, когда, к кому мы обращались. Приди. Мы тебе даже распечатаем, возьмешь себе домой. Только прийди. Ты сейчас же сказал не обращались. А у нас факты есть. Да, да. Результаты есть. Благодаря вот этим обращениям, то, что приняли депутаты... Что бы это шло? Слушай, послушай. Благодаря этим обращениям от губернатора до президента, то, что приняли депутаты и покупку российского угля, было анонимировано. Ведена пошлина 65% на ВОЗ российского угля. На период карантина запретили поставку электроэнергии. Это благодаря этим обращениям. Одна алимация у меня, все шахты, все получили. Мы не раздельные интересные. Значит, эти шахты, те шахты, которые получили деньги, они и до этого не добывали уголь, но получали деньги из бюджета. Вы хотите послушать это? А сейчас мы не переслили. Значит, эти шахты, эти шахты и до этого не работали, но получали деньги из бюджета. Угольная компания «Краснадиманка» она никогда не была. Вы не убрали вас, нотируем, никогда не была. Вы полностью использовали деньги из бюджета, но вы не понимаете. Вопрос в том, что если поездка на Крив, это тоже день. Это полосы капитально. Я вам прохожу. 130 человек. Вот отток, где мы допишем. Я вам прохожу. Столом на улице. Мы должны с ним в глазах исключать. Вопросы. 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 Вопросы сейчас. Получить деньги в СНКРН. Вопросы. Это ваша проблема. Поймите, это ваша работа. Мы с вами выполняем. Если вы не выполняете, пожалуйста. Какие-то. Я вам объясняю. Есть уровень, как вы говорите. Это ваш уровень. Есть уровень руководителя предприятия. А есть уровень руководства государства. Сейчас вопрос. Не то, что натворили депутаты своими законами. Причем натворили депутаты. Вопрос конкретный и все. Где наши деньги? За полгода. Руководители Центра Энерго. Сегодня. Сегодня. Если мы к вам пришли. Директор. Звонили сегодня. И сказали. Директор. Что? Что? А эту властинку. Что? 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 Директор угольного автоприятия покинув свій робочий кабинет. Шахтери прямой дзоным. Директор угольного автоприятия. Что? Что? У нас есть пмятинговарники. Какой же? Эй. Что? 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 Какая? Что? Траектор Атурт Траектор А.Кулакова Траектор А.Кулакова Люди попросили показать документы, на основании которых они находятся. Вот им представитель этой фирмы продемонстрировал документы. А скажите, пожалуйста, где поделся директор вугольного предприятия? Извините, пожалуйста, я никогда не даю интервью. Я не видел. В тот момент, когда он вышел, я беседовал с Фирмой. Когда он вышел, я не видел. Ну, на разе в прямом эфире, уже много людей смотрится этот эфир, и им интересно. Я говорю, я не видел. Я разговариваю с людьми в тот момент, когда он вышел. Поэтому вы снимали, может, вы больше, чем... Я даже не видел, мне уже сказали, что вы знаете. Дякую. Поднимайте вот про Крым дискуссии. Это вы вважаете цикавище? Ну, пока перерыв. Дякую. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok